Благослови, Душа моя Господа, благослови Неси Господи. Во время Оно, ходя Иисус при море Галилейским, в виде Симона и Андрея, брата того Симона, вметающего мрежи в море, без табы рыбаря, и речей има Иисус, «Прииди-то во след Мене, и сотворю вас быти ловца человек, и абе, оставшим реже своя, по нем и доста, и пришед мало оттуду, узре и доста». Иакова Зеведеева, и Иоанна, брата его, и та в корабли строящем реже, и абе, возвая, и оставши отца своего Зеведея в корабли с наемники по нем и доста, и внедоша в Капернаум, и абе в субботы вшед в сонмище учаше, и дивляхуся о учении его, беба уча их, яка власть и мы, и не яка книжницы». Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня вторник, 26 августа. В этот день Церковь предлагает нашему вниманию евангельское чтение от Марка. Первая глава с 16 по 22 стих. Давайте послушаем, как это Евангелие звучит на русском языке. «Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус, идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков. И они, тотчас оставив свои сети, последовали за ним. И пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке чинивших сети, и тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. И приходят в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил, и дивились его учению, ибо он учил их, как власть имеющие, а не как книжники». Вот такое Евангелие, дорогие братья и сестры, в сегодняшний день слышим мы с вами. Итак, этот небольшой евангельский отрывок очень нам хорошо знаком и известен под названием «Призвание первых учеников». Итак, здесь Господь призывает апостола Симона, который будет именоваться в дальнейшем Петром, апостола Андрея, его брата, и далее двух братьев Иакова и Иоанна. Все эти четыре человека были самыми обычными и простыми людьми, они были рыбаками. Вот удивительно, здесь сразу же мы отмечаем для себя, что Господь призывает на вот это величайшее дело, на величайшее дело проповеди Евангелия самых простых людей. Более того, если мы с вами, ну так, внимательно посмотрим на список 12 апостолов, то увидим там среди них даже такие противоречащие друг другу фигуры. Например, мытарь Матфей и Симон Зелот. Симон, тот, которого именуют Зелотом, да, это та партия, которая была в Палестине, партия Зелотов, таких сверхпатриотов, готовых пролить свою кровь и все что угодно сделать ради своей веры, ради своей нации. И вот Матфей, который был мытарь, собственно сборщик налогов, по большому счету в лице всех, каждого иудея предатель. Вот два таких совершенно противоположных человека объединяются вместе. Если бы они не были объединены Христом, попросту остолкнулись бы где-нибудь вместе, ну это бы закончилась трагедией для одного из них. Ну вот, опять же, обращаем наше внимание на этих первых четырех апостолов Симона, то есть Петра, Андрея, Якова и Иоанна. Они были рыбаками, и их Господь призывает в самое, что может быть даже, так сказать, не самое простое для них время. То есть это призвание не совершается где-то в храме, это призвание не совершается где-то в уединенной молитве. Это призвание совершается тогда, когда они попросту выполняли свои самые обычные, самые простые дела. Одни чинили сети, другие закидывали эти сети в море и ловили рыбу. И вот здесь так неожиданно появляется Господь и говорит, следуйте за мной, я вас сделаю ловцами человека. Вот для нас, какой мы вывод должны сделать для себя? В том, что Господь так действует в нашем мире, в нашей жизни, что для этого, может быть, даже не требуется поисков каких-то сверхъестественных явлений. Господь нас может призывать через самые обычные, простые вещи, через самых обычных и простых людей, которые в нашей жизни попадаются. Более того, мы говорим о том, что нам попадаются даже не столько те люди, которых мы бы хотели видеть рядом с собой, но те люди, которые делают нас лучше. И вот через все это, без сомнения, мы должны видеть тот спасительный божественный промысел, который Господь в отношении каждого из нас проявляет. Апостол призывает учеников, самых простых людей для того, чтобы совершить великое дело, дело проповеди, дело явления миру, благовестия о спасении. Для этого он не призывает обученных книжников, знающих блестяще все те науки, которые бы помогли им совершить это дело. Он призывает самых простых людей, потому что сердце простого человека откликается на призыв Божий мгновенно. Без сомнения, здесь наше внимание приковывает и то, как легко они оставляют свое привычное дело и идут за Христом. По-видимому, они слышали и видели Христа, но вот здесь их реакция для нас становится, без сомнения, примером. Как легко они откликаются на призыв Божий. Они не рассуждают и не думают о том, что от них потребуется или какая участь их ожидает. Ведь это только начало пути Христова, хотя и после он будет очень много говорить о своих страданиях и о страданиях тех, кто следует за ним. Потому что те же будут, он говорит, гонимы, преследуемы, убиваемы. Но вот вы будете наследовать Царство Небесное. Но это их не останавливает. С другой стороны, мы еще должны обратить внимание на то, как Господь призывает учеников. Он не говорит им, например, так «следуйте за мной, у меня есть пара идей о том, какое будет Царство Божие». У меня есть какая-то теория или рассуждение, у меня есть какие-то мысли на этот счет. Он говорит «следуйте за мной, я сделаю вас ловцами человеков, я сделаю вас ловцами человеков». Он предлагает им последовать за Ним, он предлагает им и дальнейший труд. Он не предлагает им какие-то глубокие рассуждения сейчас, он предлагает им реальное движение к Богу через преодоление в конечном счете самого себя. И вот здесь они так легко откликаются. Дальше мы в 19 стихе читаем о призвании Якова и Иоанна. Они также были в лодке, чинили сети, и тотчас он их призвал. И они, пишет Евангелие Марк, оставив отца своего, Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. То есть, как-то они так легко оставляют своего отца, как-то у нас может возникнуть некое сомнение, насколько это вообще правильно. Мы знаем заповедь «Чти отца свою мать», насколько этот поступок был правильный с их стороны. Ведь наверняка он уже был в какой-то глубоком возрасте, тогда, когда совершается это призвание апостолов. Ну, толкователи Писания здесь по-разному рассматривают этот отрывок. Кто-то говорит о том, что презреть все ради Христа и то, что противится Христу, мы вполне обязаны в нашей жизни. Ну, известная фраза спасителя «Тот, кто со мной не собирает, тот расточает». То есть, вот этот призыв, он был бы направлен к отцу Иакова Иоанна, Зеведею или нет? Может быть, он как-то противился. Здесь Евангелие для нас умалчивает, но они оставляют своего отца и идут за Христом. Знали ли они, что этот призыв будет длиною во всю их оставшуюся жизнь или нет? Но они оставляют это все и идут за Христом. Ну, вот в этом отношении мы, может быть, так категорически тоже не можем рассматривать. Ведь если мы читаем с вами послания апостола Петра, послания апостола Павла, то в них найдем, то есть в соборных, соответственно, посланиях, посланиях апостола Павла, найдем несколько тем, в которых косвенно затрагивается эта тема отношения христианина к тем, может быть, людям, близким и окружающим его, которые, по большому счету, христианами не являются. Что делать? И это назидание, которое делают два апостола, апостол Петр и апостол Павел в своих посланиях, они обращены к семьям. Тогда, когда жена принимала христианство, женщина, а муж оставался язычником. Вот здесь апостол Петр, например, говорит о том, что не муж ли освящается женой христианкой, женой верующей, ну и прочее. Он говорит о том, что нет необходимости здесь брак, в общем-то, уходить от брака, но терпеть, смиряться и нести вот этот крест Христов. То есть, иными словами, мы вот так однозначно этот момент, который указан здесь в Священном Писании, рассмотреть не можем, сказать о том, что поступили они таким образом, ибо Зеведей, то есть их отец препятствовал им или выражал какое-то негодование, они бросив его старца в лодке, уходят, идут за Христом. В общем-то, здесь не так, но, тем не менее, многие толкователи Писания как раз и говорят об этом, о том, что мы, в принципе, все, что нам мешает двигаться ко Христу, можем в этом мире оставить. «И приходил в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники». Книжники, конечно, учили на основании закона, учили на основании известных высказываний, цитат, известных раввинов. И вот, может быть, на фоне такого рассказа книжников, такого обращения к народу, слово Спасителя поистине выглядело как власть имеющую, то есть он говорил от самого себя, ибо он и был сын, истинный сын, есть истинный сын Божий. Вот такой евангельский отрывок, дорогие братья и сестры, в сегодняшний день слышим мы с вами. Мы читали Евангелие от Марка, 1 главу, с 16 по 22 стих. Ну, я с вами на этом сегодня прощаюсь. Всего вам доброго, до новых встреч и храни вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова